Безработный житель Караганды за три дня собрал почти пять сотен подписей под требованием восстановить заброшенный детский сад. Сегодня с этими списками он отправился на прием к заместителю Акима города. Что получилось из этой истории? Удалось ли встретиться мужчине с представителями власти? Почему при критической ситуации с местами в детсады здание 10 лет стоит заброшенным? Много ли подобных активистов в шахтерской столице, выясняла Людмила Батюшкина. Женщина, можно вам вопрос задать? Как вы насчет этого сможете, чтобы здесь был детский сад? Обязательно. Обязательно. Было бы хорошо, если бы было близко к дому. Вот видите, вот любого спросить. Собрать подписи, признается Виталий Лохов, было нетрудно. Для населения района проблема наболевшая. Мужчина оставил тетрадки с воззванием в магазинчиках и даже попытался отнести в местную школу. Правда, в учебном заведении руководство подписи собирать не разрешило. А вот покупатели в магазинах не стеснялись оставлять и свои адреса и фамилии. Да, активно. Ну, у меня здесь торговля не очень такая-то. Ну, заходили, расписались. И что говорили? Мы очень за. Мы за. Мы за все. Здание детского сада «Солнышко» было продано Акиматом в частные руки лет 20 назад. За это время здание успело побывать пельменным цехом, оно горело. Здесь совершено несколько преступлений. Между тем, сегодня только по Пришахтинску в очереди на детские сады стоит больше тысячи детей. И только 300 нашли место в частном детском саду. Сейчас на весь район три детских сада. Из них один частный. В нем отдел образования размещает госзаказ и половину стоимости оплачивает государство. Цена за место доходит до 36 тысяч тенге. Далеко не все родители, живущие на окраине города, могут потянуть такую оплату, считает Виталий. Особенно, если в детсад ходят несколько детей. Мужчина уже не раз ездил в районный Акимат, но там ему ответили, что детсад восстановить не могут, так как нет такой госпрограммы. Куда я уже устал ездить, там меня слушают, сидят вот так, молчат и слушают. И все, больше ничего не говорят. Вот он стоит 10 лет. Государство же может его восстановить? Может. Для них это не проблема. Я сам буду делать этот садик, сам буду лично руками тут мусор выносить, сам буду делать. Лишь бы пускай они помогут его сделать, создать, чтобы до 1 июня что-то трудно сделать, детям подарок. Виталий Лошов записался на прием к заместителю Акима Караганды Ирине Любарской и показал ей тетрадки с подписями. Чиновница объяснила, что судебная тяжба по зданию бывшего детсада тянулась с 2011 года и дошла до Верховного суда. До того у здания поменялось два собственника и оно успело побывать в залоге у нескольких банков. Около года назад оно наконец перешло в коммунальную собственность города и в следующем году намечена реконструкция детского сада. На это из местного бюджета выделено 475,5 миллионов тенге. Со всеми банками, со всеми компаниями, которые находятся в залоговом имуществе, только могли мы, согласно решению суда, проводить определенную работу. Не было бы у нас на руках сегодня решения суда, никто бы нам не выделил деньги на проект на свою документацию, в бюджете не заложили бы деньги. Всего по Караганде запланировано построить или восстановить 11 детсадов, но и они проблемы нехватки мест не решат. По расчетам управления образования по всей области нужно построить 33 новых детских сада.